Здравствуйте! Поступило предложение разобрать один интеграл от иррациональной функции. Давайте его посмотрим. Итак, вычислить интеграл от корня квадратного под корнем 1-x разделить на 1 плюс x умножить на dx равно. Признаюсь честно, я сначала его хотел решить классическим способом, а именно заменить весь этот корень, который находится под знаком интеграла, на новую переменную t, но это вызвало определенные трудности. Поэтому удалось сделать другим способом. Сейчас я вам его покажу. Во-первых, понятно, что обычно ОДЗ здесь не пишут, это в школе все это делается подробно. Обычно у студентов не принято все четко исследовать под интегральное выражение и так далее. Но если хотите, можно, конечно. Если сейчас вы нашли бы область определения данной под интегральной функции, у нас бы получился промежуток от минус 1 до 1, причем 1 бы входила, а минус 1 не входила, потому что на 0 делить нельзя, а вот 0 быть у нас может. Но если мы предположим, что x не равен 1, почему? Потому что в этом случае получится простой интеграл. Интеграл от 0 на dx равен константе c, поэтому этот интеграл нас особо не интересует. Поэтому предположим, что x не равно 1. Для всех остальных x у нас данный корень определен с учетом ОДЗ его, от минус 1 до 1. Ну и будем решать его, исходя из того, что 1 минус x отдельно больше 0 и 1 плюс x отдельно тоже больше 0. Поэтому давайте запишем данный интеграл в виде отношения двух корней. То есть корень из частного равен частному корней. Давайте отдельно запишем это. Корень из 1 минус x разделить на корень из 1 плюс x умножить на dx. Давайте умножим на корень из сопряженного знаменателю. Для чего это делается? Сейчас увидите. Я это хочу сделать для того, чтобы избавиться от корня хотя бы в числителе. Тогда, если мы избавимся от корня в числителе, то мы сможем почленно поделить на знаменатель и у нас получится два, ну скажем так, более простых, чем этот первоначальный интеграл. Давайте так и сделаем. То есть мы с вами умножим. Давайте умножим. Я вот так подлиннее дробь запишу. И умножим мы на корень из 1 минус x. То есть корень из 1 плюс x на корень из сопряженного знаменателю. То есть на корень из 1 минус x. Но если мы умножили на корень из 1 минус x, значит надо умножить на этот же корень и числитель. Тогда у нас получится корень, ну я подробно буду писать, корень из 1 минус x умножить на корень из 1 минус x. То есть мы умножили числитель и знаменатель на одно и то же число, а именно на вот этот корень. На корень из 1 минус x. Далее равно. Что теперь можно сделать? Во-первых, посмотрите, в числителе у нас получится с вами... Так, давайте я, наверное, покороче сделаю вот эту дробь, потому что у нас получится здесь поменьше дробь. Значит, в числителе у нас получится корень из 1 минус x на корень из 1 минус x. Это будет корень в квадрате. Значит, корень уходит. И у нас получается просто без корня 1 минус x. То есть именно то, чего мы хотели добиться. Чтобы по членам можно было поделить и разбить интеграл на два интеграла. А в знаменателе у нас произведение корней мы загоним под общий корень. И у нас под общим корнем получится разность квадратов. То есть корень умножить на корень это будет общий корень из произведения 1 плюс x на 1 минус x. А это разность квадратов. Значит, получится в итоге у нас корень квадратный из единицы в квадрате. Ну, единицы в квадрате мы не пишем, потому что 1 в квадрате это 1. И минус x в квадрате. Таким образом у нас получился вот такой корень. И умножить на dx. Ну, пока все правильно. А вот теперь мы почленно можем разделить. Ну, по какому принципу? Давайте я вот так отдельно напишу, потом сотру. А, там, ну, например, минус или плюс, неважно там. Ну, например, там минус, да, там b разделить на c. Это все равно, что а на c минус b на c. То есть это все знают. Почленно можем это сделать, почленно поделить. Давайте я это сотру. Значит, ну, а теперь что у нас получится? У нас получится два интеграла. Интеграл единицы разделить на наш корень этот и минус x разделить на этот корень. Давайте так и запишем. То есть получится у нас интеграл разности равен разности интегралов. Сразу давайте записывать будем. Значит, почленно делим. Единица разделить на корень квадратный единица минус x квадрат. И мы, мало того, что мы по член наделим, мы сразу, используя свойства интегралов, интеграл суммы равен сумме интегралов, или интеграл разности равен разности интегралов, поэтому мы сразу можем записать по отдельности. То есть интеграл от единицы делить на корень из единицы минус x квадрат на dx и минус интеграл от x разделить на корень из единицы минус x квадрат на dx равно. Идем дальше мы с вами. Следующий этап. Интеграл. Теперь смотрите, первый интеграл, это первый интеграл, это интеграл вида dx разделить на корень квадратный из единицы минус x квадрат. То есть dx можно в числителе, ну какая разница, где он там находится в числителе или рядом, но этот интеграл, это не что иное, как арк синус x. Поэтому, так подождите, так тогда, если это, мы же уже проинтегрировали, значит тогда первый интеграл равен арк синусу. Значит так и запишем. Арк синус x. Первый интеграл равен арк синусу. Теперь что же делать со вторым? Что же делать со вторым? Смотрите, что мы будем с ним делать. Ну, поскольку договорились подробно, то есть решать этот интеграл, давайте сделаем так. Так, я сделаю так, я умножу на 2, ну вообще-то я хочу загнать вот этот x под знак дифференциалов вот сюда. Я хочу x загнать под знак дифференциалов. Как я могу это сделать? Для того, чтобы загнать x под знак дифференциалов, надо подумать, что у нас, если под знак дифференциалов загнать x, что у нас будет под знаком дифференциалов? Будет x квадрат. Поэтому нам, а производная, потом если мы будем расписывать dx квадрат, то производная x квадрата 2x, значит нам не хватает двоечки. Смотрите, что я делаю. Я умножу на 2 и разделю на 2. От этого ничего не изменится. Далее я этот интеграл перепишу. То есть x на dx и разделить на корень из единицы минус x квадрат. Равно. Ну, арксинус, естественно, перепишем. Арксинус x перепишем. Минус. Теперь смотрите, что я делаю. Я вот эту двойку, вот эту двойку, я, во-первых, внесу под знак интегралов. Вот так. Под знак интеграла. А затем я внесу уже 2x под знак дифференциала. Внесу уже 2x под знак дифференциала. Давайте сначала посмотрим, что получится, а потом, если кому непонятно, я покажу, почему так получилось. Значит, единица разделить на 2, интеграл дифференциала от x в квадрате разделить на корень квадратный, единица минус x во второй. Равно. Далее. Так. Идем дальше. Идем дальше. Значит, арксинус я перепишу. Арксинус x я перепишу. Теперь, да, во-первых, давайте проверим, почему это так. Вот, посмотрите. Вот это дифференциал dx квадрат. Что это такое? Дифференциал функций, я вам говорил, что вы должны были на одном из первых уроков по интегралам. Я говорил и напоминал, что эту формулу я прошу запомнить на всю жизнь. А именно, какая формула? Давайте вот здесь, в уголке, я все-таки ее еще раз напомню. То есть, дифференциал, то есть, формула, которая на всю жизнь. Дифференциал любой функции f от x. Так, а что это? А, ну да, все правильно, две скобки. Дифференциал любой функции равен производной этой функции умножить на dx, на дифференциал независимого переменного. То есть, давайте с этой точки зрения проверим, чему равен дифференциал от x в квадрате. Дифференциал от x в квадрате равен производной от x в квадрате умножить на dx. Производной от x в квадрате равна 2x. А у нас так и получилось, смотрите, 2x на dx. То есть, получается, производной от x в квадрате равна 2x, да еще умножить на dx по нашей формуле, которую я вот внизу записал. То есть, таким образом, все найдено правильно. То есть, если мы 2x загоним под знак дифференциала, у нас получится дифференциал от x в квадрате. Все правильно. Теперь смотрите, следующий момент. Для чего мы загнали туда под дифференциал x? Чтобы получить x в квадрате. Это первое. Второе. Мы теперь под знаком дифференциала хотим получить то же самое, что под знаком корня у нас в знаменателе находится. А под знаком корня, во-первых, у нас находится x в квадрате со знаком минус. Вот он, видите. Да еще и константа единичка. Но константу единичку мы просто потом прибавим, потому что под знаком дифференциала мы знаем, можно прибавить или отнять любую константу. От этого дифференциал не изменится. Поэтому мы с вами давайте запишем следующим образом. Во-первых, нам понадобится вот этот, смотрите, перед x квадратом нам понадобится минус. Поэтому вот этот минус, а именно минус единичку, да, минус единичку, мы минус единичку внесем под знак дифференциала. И заберем под знак дифференциала. Под знак интеграла сначала внесем, а потом заберем под знак дифференциала. То есть у нас получится уже здесь плюс, одну вторую мы перепишем, пишем интеграл от дифференциала, скобки открываются. И вот здесь, вот смотрите, я пока единичку на первом месте не пишу, вот так немножко отступ сделаю, напишу минус x квадрат. И разделить на корень квадратный единица минус x во второй степени под корнем. Во-первых, давайте проверим, так ли это или нет, а потом продолжим дальше. Значит, смотрите, что получается. У нас, если мы сейчас проверим, то есть надо найти будет дифференциал от минус x квадрат. Дифференциал от минус x квадрат, вот здесь формула внизу на всю жизнь, что запомнить, надо применить. Значит, это будет дифференциал от минус x квадрат, это производная минус x квадрат равна минус 2x. И умножить на dx. То есть получится минус 2x на dx. Да, действительно так и было. Смотрите, вот он минус и вот 2x, которое здесь первоначально было. То есть все то же самое. Ну а теперь мы можем под знаком дифференциала еще и прибавить константу 1. Смотрите, я просто допишу сюда под знаком дифференциала еще единичку. Все. Практически уже все решено. Теперь для того, чтобы найти этот интеграл, давайте arcsinus я перепишу. arcsinus x я перепишу, плюс 1 вторая я перепишу, интеграл. А вот теперь смотрите, вот этот корень, корень, можно записать в виде степени, во-первых. Давайте я запишу сразу дифференциал от 1 минус x квадрат. А вот этот корень в знаменателе мы запишем в виде степени. То есть это будет в скобках 1 минус x квадрат в степени 1 вторая. Равно. В степени 1 вторая. Так, 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 да, все правильно. Теперь идем дальше. Пишем равно. Равно. Ну, arcsinus мы с вами переписываем. Далее. Плюс 1 вторая. А вот теперь, кто еще не увидел, кто еще не увидел, что второй интеграл у нас степенной, обычный степенной табличный интеграл, давайте вот этот знаменатель поднимем вверх. Мы знаем, что если мы поднимем знаменатель вверх со степенью, у нас степень изменит свой знак на противоположный. Тогда у нас под знаком интеграла получится 1 минус x в квадрате и все это в степени минус 1 вторая, потому что мы подняли из знаменателя эту степень и умножить на дифференциал от 1 минус x в квадрате. То есть, а теперь у нас интеграл вида t в степени альфа dt. Вот смотрите, если единица минус x в квадрат мысленно предположить, что это t, то у нас получится t в степени альфа dt. Это обыкновенный степенной интеграл. Он равен t в степени альфа плюс 1 разделить на альфа плюс 1. Значит, так пишем равно. Арксинус x мы переписываем. Арксинус x мы переписываем. Пишем далее плюс. Теперь, что у нас здесь получается. Так, плюс. Плюс. Ну и теперь этот степенной интеграл. Значит, я уже сказал, что это будет арксинус x, то есть t, вернее, какой арксинус? Арксинус это мы уже переписали. t в степени альфа плюс 1 разделить на альфа плюс 1. То есть, была степень минус 1 вторая да плюс 1. Будет просто 1 вторая. Да разделить на 1 вторую, да тут впереди еще 1 вторая. 1 вторая, 1 вторая сократится, в знаменателе вообще ничего не будет. Просто места мало, я экономлю. Поэтому придется уж вам понять устно, да, что тут получится. То есть, еще раз повторю. То есть, это будет единица минус x в квадрате в степени альфа плюс 1 разделить на альфа плюс 1. Как степенной решаем. А альфа плюс 1, что это будет? Минус 1 вторая плюс 1. Будет просто 1 вторая. Значит, получается вот этот единица минус x в квадрате в степени 1 вторая разделить на 1 вторую. Разделить на 1 вторую. Да вот еще 1 вторая впереди, перед интегралом. Сокращается 1 вторая. Значит, получается просто, просто получается в скобках, получается 1 минус x. 1 вторую сократил уже. 1 минус x в квадрате в скобках в степени просто 1 вторая и плюс константа c. Далее равно, теперь арк синус x мы переписываем, теперь вот эту 1 вторую запишем в виде корня, плюс корень 1 минус x в квадрате, плюс константа c. Все. Ну, если хотите, давайте ответ еще запишем. Так, поярче, чтобы было. Значит, так, ответ. Ответ. Значит, ответ окончательно будет такой. Арк синус x плюс корень 1 минус x в квадрате и плюс константа c. Все. Задача решена. Надеюсь, что вам было понятно.